Всем привет друзья, с вами как всегда на связи Брайан, и мы вместе с вами продолжаем играть в Рим 2 Total War, компанию Рассвета Республики, играем за Сиракузы без мирных переговоров и с войной со всеми. Итак, мы с вами остановились на том, что мы взяли Японии, осадили поселение Скелетион, и как раз таки, если повезет, то мы сегодня должны будем с фракцией Риги покончить, захватив их последнее поселение. Ну, единственное, у них тут, конечно, остаются еще грызки флота, которые могут попробовать протоковать тот же Локри, но я не думаю, что у них там получится, учитывая, что у нас здесь казармы гоплитов. В общем, сегодня выходим как раз таки на границе Гиппонии и Скелетион, и я думаю, что пока мы на этом экспансию дальше в Италию приостановим, я хочу сначала разобраться с Карфагеном. Да, мы с вами отправили еще экспедиционный отряд, стек в сопровождении флотилии, высадиться планируем в Киркуане, а дальше уже посмотрим, что да как у нас пойдет. Так, тут всего три поселения, если армии или стеков там не окажется, то, может быть, удастся нам быстро захватить эти территории. На перехват к нам уже братья Баала выдвинулись, как раз таки сухобутная армия, то есть мне надо постараться высадиться побыстрее, прежде чем они на меня нападут. Ну, хотелось бы именно так это сделать, чтобы не вмешиваться в море и нести лишние потери. Да, а тем временем Карфаген-то он на самом деле нехило так разросся, он полностью взял сейчас Сардинию, да? Вся под контролем у Карфагена находится. Ну, это достаточно осложняет ситуацию, да? То есть Карфаген достаточно силен. Я думал, что вот эти вот нурологические фракции, или как они там называются, вытеснят, как это было в прошлый раз. Но в этот раз Карфаген оказался сильнее. Ну что ж, ладно, поехали. Проверяем. Воюем со всеми, новых фракций у нас не добавилось. Давайте, наверное, начнем сейчас бой с того, что... Захватим скелетион, потом разобьем вот эту уже армию. Ночную битву я устраивать, скорее всего, не буду, потому что мне надо будет заодно вот этот стэк разбить, чтобы он никуда не убежал у нас вместе вот с этим военачальником, и они не набрали какой-либо там стэк наемников и не контратаковали меня нигде там с моря потом. То есть постараться вот это все истребить по максимуму. Поехали. Все? Да. Кстати, еще есть вполне вариант, что защитники города, гарнизон, может сделать вылазку. Поскольку у нас есть баллиста, есть такой вариант, что они не будут ждать, пока мы их будем расстреливать в городе. Поэтому тоже стоит к этому подготовиться. Я даже, знаете, может быть, чтобы их сейчас лишний раз не выманивать с города, пока отключу баллисту. Посмотрим, что да как у нас пойдет. А вообще, конечно, знаете, как в идеале было бы поступить? Быстро выбить защитников города и занять оборону в городе. Но, блин, нет, не получится, к сожалению. Враг у нас прям за спиной появляется, поэтому придется сейчас делить свои силы. Значительно причем делить. Да, смотрите, что у нас происходит сейчас. Вот это тот момент, который не очень приятный. Когда враг пытается тебя вот так вот словить на вылазке. Давайте включаем, отстреливаем. Смотрите, там, кстати, гипея во главе с военачальником. Все, пошла жара. Там еще куча копий, кстати, у них. Давай, 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 перехватывай, перехватывай. Я конец и сзади пойду сносить сейчас всех метателей, испытаться. У них там в городе тоже стрелки. Немалое количество. Так, нет, смотри, все-таки зараза, уходит он, уходит. Свиндил-таки. Спартануло. Очень даже неплохо. Давайте метатели разбираем. Конницу разбираем. Здесь занялись, занялись гоплитами. А вот они, кстати, стрелки остались без прикрытия. Идем, сносим их. Защищаем по возможности метателей, если они нас пытаются достать. Так, вроде бы в городе все спокойно. Там копья я не вижу. Давай тут разворачиваемся. Повыше, повыше, прям по военачальнику. В упор гасим. Так, они натряд встрял. И там у нас еще... Еще стрелки. Еще стрелки. Легкие гоплиты даже есть. Вражеский военачальник убит. Замечательно. Это, я так полагаю, мы с вами... ...перестреляли... ...конницу Гипеев. Если я правильно понял. Хорошо, хорошо мы им тут всаживаем. Очень хорошо, посмотрите как. Пытается выбежать. Но у него ничего не получается. Мне очень нравится, что тут праща по нам лупит. Ну и вот этих цепляем, наверное. И пошли в атаку. Че стоять тут? У нас, кстати, назад убегают. Давай в спину прям гасим. Здесь со всеми разобрались. Замечательно. Так, здесь с легкими гоплитами наш военачальник сейчас бьется. И плохо. Плохо, плохо, плохо. Давайте сюда быстро. Ребята, давайте сюда. Надо занять гоплитов делом. И конница и ворваться. Ребята. 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 Ребята, стою от меня. Во, хорошо. Все, поехали по стрелкам. все легких гоплитов перехватили теперь можно и с таксотами разобраться тот может стать отключить атаку в строю пускай окружают их пытаются по этим ребятам работаем теперь которые у нас тут остались конница с теми разберется давай помогай в городе вроде у них больше никого не осталось так пошла у нас перестрелочка вот этих цепляем все там паникуют ребята мне надо поважнее конечно вот тут армия вот тут которая вся стоит и и и истребить постараться на максимум ой там на ее наемные гоплита я думаю с ними справимся все ребята убегают а мы их преследуем продолжаем битву ну что ж увидимся тогда с вами на карте компании я тут позанимаюсь преследованием так мы все равно конечно у него там достаточно много ребят убежала ну кстати кстати в принципе есть вариант взять их и добить так это мы наверное с вами перестроим под храм возьмем беспорядка маловато да вот этих сейчас мы можно кстати авто но мне кажется что будут серьезные потери тяжелая победа останется 46 процентов наших сил после этой битвы то есть меньше половины и там еще плюс тарас идет надо разыгрывать вот эту битву чуть-чуть скомпонуем наши отряды так там еще отряд стрелков не заметил так вот поехали я же думаю мы должны будем на них наступать у них проще поэтому с нашим ученикам конечно будут проблемных сносить поскольку проще и дальность 150 идет у нас 125 они начнут раньше по нам урон наносить плюс у них там есть гоплиты гоплиты андродам гиппи отрядик ну в принципе если пойти сразу в бой ближний да то есть не старик не стоять не начинать перестрелку то можно будет спокойно разнести всех прачников по тылам зайти конец а и там с ними разобраться чтобы не затягивать сейчас посмотрим просто тут просто окне интересует центр тут либо отряды просто спрятались в траве либо еще что-то народ так наделаем центр сейчас пехоту здесь останавливаем все если они пойдут в атаку ну значит отойдем назад так что-то хороши своим уроном он довольно таки не слабый обращая проща хороша своим своей дальностью смотрю выдвинули своих гоплитов они вперед расходимся он потерит они не скромные у нас как никак давай тяжелым выстрелом их тогда в спину раз они отходят назад тут попробуем сейчас вот вот этих цепануть ребят или позито что у нас какой выстрел а это пламенный это пламенный это не тяжелый чертах там какая-то куча просто собралась странная этих расстреливаем конницу пока придержим не будем торопиться были мне не нравится что вот тут вот эти вот ребята как-то вот сквозь наш строй прошли нагло так а куда вы ребят куда 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 пошли что-то я не понял чё за чё за бред вот шикарно чё за бред тут сообразили все врываемся продолжи и стрелков как таковы не осталось у них сейчас все что не добьем перестреляем давай назад обходим их тут они хорошо так стали очень хорошо сейчас будут с мегаплитами сражаться мы их в бочину будем отстреливать они быстро кстати запаниковали при этом даже так праща пока сопротивляется нам тут их как сложили-то красиво с чем было зачаржить тогда что не побежали все остались без снаряжения а Ага, без снаряжения остались Давайте, идите сюда Ну это не знаю, получится С натиска это забрать Ага, смотри, они взяли Прям ко мне развернулись Перехватили Перехватили меня Неплохо так Из-за чего сейчас один отряд выбежал Ай, по ним, по ним работаем, 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 работаем А все Все, победа Включаем стрелков Немножко подогоняем их Ах, я думаю, хватит Как бы далеко не 46% у нас от армии осталось, да? Ну и все тут на одну нападаем И сразу две армии положим Красота Еще и обратно уйдем Те ребята, в принципе, они меня не достанут То есть они даже на марше до гиппонии не доходят никаким образом То есть тут, значит, все спокойно у нас Так, хорошо Остается мне, значит, вот с регием разобраться Есть у меня тут флот Можно, в принципе, его отправить Да? Взять Покарать вот этих вот ребят А может они сейчас сами убьются Все, завершаем ход на этом Так, помощь Афинам Солдаты за рубежом пополнения мест 4 Помочь Каринфу казна минус 1200 Помочь Спарте Дальность перемещения Каринфу поможем Давайте Афинам Я так понял из того, что как бы вычитал на форуме Из тех людей, с кем я общаюсь Мне рассказали, что В конце, да, в итоге дадут военачальника Пришлют За помощь И чтобы побыстрее закрыть это задание Надо помогать, вроде стараться Кому-то одному Блин, корабли, конечно, потери понесли Не слабые Пополняться они будут Проще, наверное, взять Так объединить и новых набрать По чуть-чуть Так, ну что Так, здесь, смотрю, вражеский флот плывет к нам уже Ребята спокойно жить не могут Фракция уничтожена Так, у нас повышение Повышение Кражу пищи здесь, мне кажется, брать вообще нет смысла Фракции все довольно-таки такие Уже нажратые Пищи у них дохерища Поэтому травить их как таково не получится Так, у нас сейчас что исследуется? Подождите, давайте посмотрим Ага Художники-покровители Высшее образование Школа риторики Да, окей Так Удачное ограбление Блин, тоже на самом На самом деле Довольно-таки сомнительная штука Шанс заметить засаду И никогда в засаду не становится Нафиг нам это не надо Нафиг это нам не надо Так, вероятность успеха Ограбления агентами зависит от хитрости Ну давай, тогда ладно Уже грабьешься, Рома, очко сюда потратили Посмотрим, может Дам еще шанс, может быть Там, когда у него хитрости Там же хитрость, да, влияет Так Зависит от хитрости Может, если действительно будет он раскачан до 10 ранга У него будет вкачана дофига хитрости Может, действительно там Какой-то плюс будет идти от него Потому что, помимо того, что мы его ограбим Да, вражеского агента На следующий ход он не может передвигаться И не может совершить никакого действия против нас Так, давайте теперь тут смотреть Так, ребята, там плывут Плывут Я вот думаю Попробовать можно взять силы разделить Дальше отправить чисто флот наш Здесь вроде все спокойно А вот этими ребятами Братьев Баала забить Хватит ли нам силу только В принципе, метателей-то у нас дофига на кораблях Тут можно на крайняк взять Вот эту вот красоту Еще два отряда, да Потому что иначе Если там куча метателей То перестреляют они нас очень быстро Мы ничего понять не успеем И, наверное, мы сейчас с вами еще Помимо всего Начнем потихонечку прокачивать порты Причем порты будем прокачивать регионно То есть Сначала полностью в секерии все достроим Потом, наверное, построим в мути Тут это Один, нет, разные регионы Это Значит, знаете, как сделаем Давайте здесь пока уберем Построим в окрагайсе Чтоб Можно было нанимать Гоплитов И там, и там Чтоб не надо было мне плавать В Сиракузы Под найм Сейчас так сделаем Потом уже порегионно будем дальше строить Все 2800 у нас остается Ну что Они на марше Давайте попробуем их Зафигачить А, кстати, тут смотрите, как все Ну, у них армия слабенькая У них, кстати, особо метателей нету Что интересно Но, я думаю, наверное, среди пехоты Потери будут огромные Сейчас, если С авторасчетом их Ну да Неудивительно Ну, короче, флот у нас здесь На всякий случай Остается осторожить Если вдруг К нам какие-то ребята приплывут Блин, он еще раз ушел Серьезно? Обалдеть Обалдеть Блин Я бы, наверное, со второго раза Боих, наверное, полностью Всех потопил Нехорошо То, что они убежали Так Авторитет Как флотоводец А давай, наверное, сейчас Возьмем стратега Там еще ночные бои Вкачаем Так Сколько ходов? 12 Сделаем еще Найм Так У нас денежки, да, появились? Я так понял То есть Можно еще порт отстроить Взять Спокойно Так А вот Тарас Он куда-то ушел Он куда-то ушел И здесь вражеский Флот Отсюда уходить не вариант Иначе сразу проатакуют нас Так Высшее образование Соперничество Великая Спарта Признательна тебе за помощь Благодаря ему Несомненно Закрепим свое владычество Над всей ладой Окей Так Врагов новых не появилось Новая особенность Авторитет Минута 2 Неверующий Че это у нас Перестал верить Стал неверующим А Я кстати смотрю Нам еще дали сюда Агента В награду Я думаю Его можно сразу сюда перебросить Тут В принципе С культурой у нас Все замечательно Проблем нету Так Так И А Денег нет Пока вот это все Не застроим Жалко Мне вот этот Паргинцы нравится Здесь вообще 4 Порта Такое мало Где увидишь То есть То есть если Буст Под доход Портов Построить Нехилый Такой доход Будет идти нам Плюс Плюс 12 Верности у нас Неплохо Так Назначить на должности Мы никого не можем Меня вот сейчас Интересует За бесплатно Можно кого повысить Нет Всем платить надо К сожалению Всем платить Так Устроить Чистку До Минус Четырех Влияния Выбранной Партии Верность Для Этой Партии Минус 20 Ну на Такое себе У нас Сейчас Партии Где находится Храм Афина По прежнему Так же Всякании Пускай там И сидят Ребята Так Уплыли Так Кидание Ну и ладно Возвращаемся И продолжаем Тогда Сопровожили Сопровождать Нашу Сухопутную Армию Тут мы уже Кстати Можем Высадиться Взять В город Странно Но у них Почему-то Нету Гарнизона Отстроен Порт До четвертого Уровня А гарнизона Нету Интересно Интересно В любом Случай Придется Перестраивать Думал Сейчас Может Заполучим Четвертый Порт И у нас Там будут Элитные Гоплиты Нифига У них Военный Порт А у нас Торговые Поэтому Никак Так Герой Повышение Строительства Очень Хорошо Так Налоговая Ставка Доход От культуры Дай Налоговую Ставку Избыток Населения Так 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 Здесь Порты Мы С вами Все Поставили И Давай Раз Потом Два Мне Сейчас Еще Скорее Деньги Нужны Будут На Перестройку Поселения Однозначно С С Море Тогда Про Атакуем Возьмем 15 16 Ух ты Ёб твою мать Вражеские Грузовые Суда Вражеский Флот Вражеские Охренеть Просто Обалдеть Их Там С ума Сойти Еще И здесь Целая Армия Смотрите Нас Встречает Офигеть Просто Так Это у нас Что Тоже Вражеские Грузовые Суда Так Ладно Понятненько Это все К сожалению Придется Снести Нам Здесь Можно Пополнение Плюс 2% Поставить И Что Мне тогда Надо их Атаковать Брать Ну Ну В принципе Здесь А Конница Еще Стрелковая Эх Быстрей Будь И выйти На Гоплитов Вот эти Ребята Просто В ближнем Бою В затяжных Битвах Быстро Сливаются Мне Гоплитиков Быстрее Наклепать Тогда Мужа Было Топить Их Еще Быстрее И не Бояться Что Тебя На Абардаж Возьмут Потому Что Вот С Карфагенской Пехотой Тяжко Будет Нашим Легким Гоплитам Очень Потери Недурные Однако Полностью Потопили Их Почти Минус Армия По сути Давай Отходим Найма У нас Кстати Здесь Нету Здесь Можно Единственное Наемных Карфагенских Гоплитов Еще Нанять Будет Так Я думаю Ночную Атаку Есть Смысл Взять Она Нам Очень Пригодится Кстати Броня Всех Отрядов Есть А у нас Стоит Броня Всех Отрядов А у тебя У Тебя Общественный Порядок Поэтому Держи Броню Плюс Пять У Тебя Тоже Броня Есть Ну Замечательно Так Найма Здесь Не Сделаем Да Давай Вот Это Объединяем Все И Нам Марш Наверное В порт Отходим Кстати Наниматься Мы Все Равно Все Равно Не Можем Так Смотри Тут У нас Порты Уже Строятся Здесь Порты Строятся Сейчас Мы Займемся Тогда Секаней Возьмем И Потихонечку Все Все До Конца Застроим Так Агентик Давай Сюда Легкие Гоплиты Ага Тут В принципе Гарнизон Почти Восстановился Знаете Что Сделаем Попробуем Их Сюда Приманить Гяпонию Если Они Сюда На Марше Рванут Я Думаю Мы Даже Фул Стэк Сможем Покарать Так И Здесь Что У вас Карфагенская Пехота Наверное Карфагенские Гоплиты Местные 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 Сарды Горцы Понятно Все Куча Стрелков Но Я думаю Проблем с ними Быть не должно Вот Единствено Могут Сюда В мутью Наведаться Ребята Так Сколько ходов Ой Ой 32 Хода До Полного Восстановления Офигеть Просто Да Не очень Приятно Так Это Вражеский Флот Стоит Так Ну Если Они Дальше Поплывут Если Они Дальше Решат Поплыть Все Таки Мы Тогда Возьмем Диона Здесь Соберем Берем Флот На Кроняк Можно Будет Клипануть Наемников И Тогда Его Уничтожить Так Давай По застройке Наверное Все таки Сейчас Определимся Здесь Здесь В первую Очередь Город Нужен Хороший Чтоб Можно Было Ставить Поселение Пойти Дальше Пока Они Сюда Сейчас Все Стыки Не Перебросили Сардинии Сардинии Иначе Будут Нам Забава Так Давай Пока Патруль Прокачивайся Пока Так Они Как ни Странно Они Просто Взяли Все Ушли Я Хотел Сюда Попробовать Приманить Они Все Взяли Сволили Так Тирина 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 Можно В принципе Вот эту армию Отправить Да Взять Забрать Город Сейчас Прикинем Вот этот Стэк У меня Соответственно На марш Перебросится В скелете Он Возьмет Здесь У меня Есть Если Что Корабли Да Если Вдруг Какой-то Флот Решит Позабавиться С Нашим Гарнизоном Так И Город Я Туда Соответственно Забираю Сейчас Вот Хорошо Греческая Культура Блин Наемная Баллиста Что До Тебя Так Докапывается Все Время Мне Интересно Знать Так Новых фракций У нас Не Открылось Город Тут В принципе Построен Ничего Перестраивать Не надо Тут Нам Это Хорошо Мы Можем Поставить Еще Один Указ Так Я Смотрю Что Ага Ага Заняли Они Партия Получила Себе Регион 8 Провинций Да Давай Сюда Верность Партии Ставим Берем И Чистку Устроим Минус 2 У нас В принципе Будет Зато Стало Влияние Значительное Потихонечку Как будем Добирать Набирать Плюс 20 Верности Будем Устраивать Чистку Вот Так Вот Еще Кстати Экспедицию Можно Снарядить Будет В какой Нибудь Момент Посмотрим Сейчас Пока Денег Немного Просто Доход Припал Это За Наемников Еще Тут Кстати Можно Корпус Кораблю Улучшить Там Технологии Что Ли Какую Туда Изучили Или Что У нас Поменялось Скажите Из-за Чего У нас Возможность Улучшать Корабли Появилась С чем Это Связано Просто Тут Как бы Ничего Нет Может Дерево Нет Ресурс Дерево А Ну да Дерево Так И Есть Дерево У нас Поилось И Можно Улучшить Корабли Неплохо Прочностью Поехали Дальше Тебе Тебе Уничтожены Изданный Дикт Раз Два Минус Восемь Да У нас Сейчас Надо Победы Одерживать Стараться Так Гарнизон Кстати В принципе Гарнизон У нас Восстановился Я думаю Два хода Можно подождать Не рисковать Потому что Видите Еще Все таки Вражеские Грузовые Суда Сюда Плывут Вообще С другой Стороны Что У меня Там Священный Отряд Не Сидим Пока Тут Не Рыпаемся Так До Этой Армии Можно Добраться Взять Можно Будет Ее Проатаковать Единственное Что У нас Тут Нет Тяжелых Гаплитов Подумать Надо Так Так Тебе С этим Марш Отключаем Ну и Разведку Сюда Проведем Так Там Кто У нас Ага Кратана Нет Отсюда Вот Флот Периодически Какой-то Заплывает Немножко Напрягает Меня Вот Этот Момент Да Все Так Здесь Ждем Гора Два Хода Отстроится Там Можно Будет Его Покинуть Не Раньше А Здесь Нам Тогда Надо Будет Набрать Наемников Я думаю Все Что Есть Возьмем И На На Этот Ход Надо Будет Разбить Этих Ребят В принципе Стрелков У них Не Так Уж Много Главное От них Уплывать И Расстреливать Сколько У них Стрелков Один Метатель И Один Застрелечка И то В принципе Застрелечков Я не беру В счет Дальность У них Очень Слабая Ну что Ж Друзья На этом Наше Прохождение Сегодня Подошло Концу На следующей серии Мы как раз Развернем С вами Вот эту Битву Если вам Понравилось Сегодняшнее Прохождение Не забудьте Как всегда Поддержать Лайком Обязательно Подписывайтесь На канал Оставляйте Комментарии Включайте Колокольчики Для получения Уведомлений И увидимся С вами На новом Виде Друзья Всем Пока Пока